Ну и пока чиновники косят зелень на хлебных местах, обычный хлеб для обычных украинцев за год прилично подорожал, не говоря уже о других продуктах. Цифры на оценниках растут с каждым днём и, как считают эксперты, будут расти и дальше. По магазинам и рынкам, чтобы понять, что может себе позволить основная масса украинцев, прошлась наша Инна Томина. В среднем на 5 гривен поднялись за последний месяц цены на огурцы и помидоры, говорит продавец Наталья. Итого 25-30 гривен за килограмм. Женщина уже несколько лет возит на столичный рынок свою продукцию из области. Объясняет, причина подорожания проста, на эти овощи уже не сезон. Через это он уже не растет, уже огурочек будет идти из теплицы. Подорожало и мясо, но продавцы на рынке говорят их цены по сравнению с теми, что в супермаркетах еще божеские. 50 гривен, лопаточка, шиечек 90, 80, 100, задняя 130, 120. Где же оно подорожало? Это на пессаранке с самого раночка и до вечера. А вечером еще дешевше. Кто подорожал? Смин и на сало. Магазин нам, да. В магазине подняли цены. А в магазине говядина очень подняла. А почему так? У нас мясо продается свежее один день. Через это у нас цена с рамки может быть немного дорожче, а до вечера у нас цена совсем низкая, потому что мы должны его продать. Но даже за таким дешевым мясом арчередей на рынке нет, сетуют продавцы. Меньше берут и молочко. Если человек брал, например, 1,5-2 кг, кило, то она приходит и берет 800-700 грамм, 600 грамм. Магазин не берет того, той колькости, какого набрала колись. Потому что людей просто не выстачает грошей. Сейчас все дорого покупать, не только молочко. Это вообще просто, я считаю, диверсия против народа. То, что продуктовая корзина украинцев действительно подорожала, подтвердили и в профильном министерстве. На днях первый замминистра решил купить основные продукты. Чек составил более 200 гривен. В последние недели мы видим, что некоторые категории прибавили в цене 1-2 гривны. Якобы и немного в абсолютном измерении, но достаточно заметно, учитывая стремительность процесса. С начала года более всего поднялись в цене мясные и хлебобулочные изделия. В среднем на 20%. И, как предупреждают эксперты, этой осенью это еще не предел. Традиционно все зависит от курса валюты. Общее, наверное, подорожание продуктов питания будет порядка 10%. Что-то больше, что-то меньше. Единственное, что это при условии стабильности курса доллара. Потому что если сейчас будет девальвировать гривна, а очень высокая вероятность того, что это будет, мы увидим, кроме того, что продукты будут дорожать. Ориентировочные цены в будущем, по мнению экспертов, таковы. К примеру, за килограмм говядины придется заплатить 170 гривен. За свинину немногим меньше. Подорожает и самое популярное мясо. Курица обойдется в 100 гривен. Тем временем в правительстве говорят о скачке цен на основные продукты знают. А премьер даже пообещал, что мясо подешевеет. В свою очередь, некоторые столичные супермаркеты уже ввели программы лояльности для клиентов. Предлагают взять товар в долг. Инна Томина, Любовь Кукла, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер.